И в горах пустыни Сонора, и в предгорьях Ант, и в джунглях между ними обитает хищник, прекрасно адаптированный к жизни в таком разнообразии биомов. Этот одинокий странник ночами бродит по джунглям, каждый пройденный километр находя новую добычу. Это принц джунглей Ацелот. Ацелоту можно назвать халком среди малых кошек. Хотя он совсем не так велик, как царственный ягуар, Ацелот – крупнейший представитель рода леопардовых, размером чуть меньше метра и весом до 15 килограмм. Это самые крупные малые кошки в Южной и Центральной Америке. Завоевав больше 9 миллионов квадратных километров, Ацелоты научились жить как на земле, так и на деревьях и даже в воде. В результате у этих кошек появились лапы, подходящие, чтобы передвигаться по любой местности. Эти лапы массивны и позволяют перемещаться где угодно. Годится для какой угодно поверхности. Хоть Ацелоты и заняли экосистемы от мангровых зарослей до лугов, болот и сухих кустарников, лучшее место для них – тропический лес. Где бы Ацелот не поселился, ему нужна достаточно плотная листва над головой. В густом лесу у этих кошек есть важное преимущество – деревья. Ацелоты прекрасно лазают, и это позволяет им выслеживать добычу и сбегать от менее ловких хищников. Их шкура идеально подходит к такому выбору места жительства. Они покрыты розетками, пятнами и неровными полосами. И такой узор сливается с проблесками солнечного света, освещающими лес. Ацелоты тихие, ловкие и отлично маскируются. Смертельная комбинация. Наиболее активные в сумерке и по ночам, эти кошки проводят время за патрулированием своей территории, каждую ночь проходя до 7 километров. С каждым пройденным километром они обязательно поймают что-нибудь перекусить. Взрослый самец Ацелота должен есть как минимум 800 грамм в день, чтобы выжить. Так что они постоянно ищут добычу. По большей части Ацелоты питаются мелкими грузунами и присмыкающимися, но порой ловят и кого-то крупнее. Например, молодого олененка или беличью обезьяну Саймири, если будут достаточно быстры. Эта самка Ацелота почуяла что-то вкусное. Она не спеша ищет, где спряталась дичь. Ее терпение окупается. Кошка прыгает с дерева прямо к цели. Ацелот никогда не позволит добыче уйти. Обычно самцы охраняют территорию размером до 45 квадратных километров, помечая их мочой. Ох, как они это делают! Также эти кошки метят территорию запахом из специальных желез, делая это не так изящно, как можно было бы ожидать от Ацелота. Они используют свой запах для общения с другими Ацелотами. Несмотря на то, что Ацелоты гордые существа, предпочитающие одиночную охоту, они встречаются друг с другом, когда наступает брачный сезон. За жизнью Ацелота много партнеров. Если случка успешна, беременность будет длиться 12 недель, после чего родится от одного до трех котят. Котята рождаются с закрытыми глазами, но быстро растут. Они перестают пить молоко в возрасте 6 недель и начинают учиться быть Ацелотом. Котята очень игривые и вряд ли на свете есть что-то более милое. Эти котята учатся охотиться, выслеживая свою маму. А потом, атакуя ее, малыши разрывают жертву на части своей очаровательностью. Они живут неподалеку от своих матерей несколько месяцев, прежде чем стать более независимыми. Котята окончательно вырастают к 10 месяцам и становятся полувозрелыми к 15. Хотя дадут ли они потомство, зависит от того, хорошо ли они контролируют собственную территорию. Юные Ацелоты могут жить с матерью больше года. Но если спустя два года не уйдут, она их выгонит сама. Благодаря своим немаленьким размерам и приспособляемости, сегодня Ацелоту вид, находящийся в безопасности. Можно сказать, что их популяция была возрождена, потому что в 19 веке и в начале 20-го шкуры Ацелотов были очень популярны. Шуба, сделанная из шкурок Ацелотов, могла стоить более 30 тысяч американских долларов, потому что для ее производства требуется несколько животных. Было приложено множество усилий для сохранения этого вида, и в 60-х большинство стран запретило охоту на Ацелотов. Благодаря этому за последние 30 лет популяция была восстановлена. И хоть сейчас этих котиков все еще не так много, как нам бы хотелось, Ацелот точно останется на своем троне. Никто не досматривает титры, это тебе не Марвел. Никто не будет от нас ждать сцены после титров.